МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных событиях минувшей недели поговорим в итогах на своем, в студии Екатерина Сегеда. В Михайловске в 2024 году построят еще одну школу. В 2023 на Ставрополе отремонтировали порядка 700 километров дорог. А еще в край создадут торгово-сервисный центр белорусской сельхозтехники. Это вкратце, а теперь к полному анонсу выпуска. На Ставрополе растет спрос на участие в программе «Земский доктор», что привлекает новые кадры в медучреждения малых населенных пунктов. Елка желаний, кто и как исполнил мечты маленьких Ставропольцев. Жизнь после праздников существует. Как войти в рабочий режим без последствий? Вкусный фестиваль, какая акция привлекла в Кисловодск новых гостей? В Михайловске в 2024 году планируют достроить еще одну школу. Она откроется на улице Локомотивной. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. К слову, с 2019 года в окружной столице возвели три школы, которые вмещают более трех тысяч учеников. Одна из них на улице Прекрасной. Объект возвели по нацпроекту образования. Учреждение на тысячу-два места. Примет учеников уже в феврале. В школе предусмотрели игровые комнаты для первоклассников, актовый зал, фотостудию. А во дворе для учеников оборудовали футбольное поле. Как сообщил глава края, Михайловск – один из самых динамично развивающихся в крае. Там строится много современного жилья, рождается все больше детей. Город своей динамикой притягивает молодые семьи. И важно, чтобы и социальная инфраструктура не отставала. И еще об обновлениях. На Ставрополе создадут торгово-сервисный центр белорусской сельхозтехники. О его размещении договорились президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Владимир Владимиров. Три варианта для строительства комплекса уже подобраны. Будущий центр планируют возвести в Шпаковском округе. Губернатор отметил, что больше половины тракторов в регионе именно белорусского производства. Тем временем аграрии готовятся к весенним работам. К сезону предстоит отремонтировать и проверить свыше 8 тысяч комбайнов, тракторов и грузовиков. Впрочем, немаловажно и то, по каким дорогам транспорт будет передвигаться. На Ставрополе в 2023-м отремонтировали порядка 700 километров дорог. Прошлый год стал рекордным по объему дорожного фонда. 18 миллиардов рублей. На эти деньги обновили около 300 километров дорог регионального значения и более 400 муниципальных автодорог. В том числе и по нацпроекту безопасные и качественные дороги привели в порядок 65 объектов общей протяженностью, 165 километров в 10 населенных пунктах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. Глава края отметил, что это хороший результат. Однако впереди еще больше работы. В 2024 году поэтапное обновление и развитие дорожной сети Ставрополя продолжится. И особое внимание уделят местным автодорогам. Ну и теперь к теме здоровья. За праздничную неделю уровень заболеваемости на Ставрополе снизился. Если до 31 декабря еженедельно регистрировали больше 13 тысяч пациентов, то в начале 2024 года обратились за помощью менее 9 тысяч человек. Об этом на брифинге в правительстве края сообщил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов. Также обсудили новое понятие «тридемия». Сейчас по краю гуляют три группы вирусов. Это грипп, коронавирус и острые респираторные заболевания. Теоретически инфицирование тремя вирусами возможно, но на самом деле происходит инфицирование каким-то одним из вирусов. И здесь, наверное, более правильно учитывать то, что возможно после перенесенного заболевания одним вирусом получить инфицирование другим, потому что организм может быть ослаблен на фоне ранее перенесенной вирусной инфекции. По программе «Земский врач» в 2024 году планируют привлечь в край не менее 80 медработников. Приобретут более 100 автомобилей в лечебные учреждения. Еще 17 машин отправят на станции скорой медицинской помощи в ближайшее время. В крае продолжится работа выездных бригад медиков по проекту «За здоровье». Также в регионе развиваются отделения реабилитации и повышается доступность кардиохирургической помощи. В 2024 году на базе специализированного центра медицинской помощи номер один в городе Буденовске у нас начнет работать региональный сосудистый центр. Это третий сосудистый центр в Ставропольском крае. Ранее у нас в 2009 году открылся РСЦ в Краевой клинической больнице. В 2020 году мы открыли РСЦ в больнице номер один города Пятигорска. Но вот 2024 год станет годом открытия регионального сосудистого центра в Буденовске. Ну и постепенно в Крае решается вопрос нехватки кадров в малых населенных пунктах. На Ставрополе за пять лет работы федеральной программы «Земский доктор» выплаты получили более 1200 врачей. Программа привлекает новые кадры в медучреждения малых городов и сельской местности. Какие плюсы быть «Земским доктором» и зачем переезжать за город? Ответы нашел Илья Белозеров. Врач-анестезиолог-реаниматолог. Так, сложную и ответственную работу выполняет в городской больнице Железноводска хрупкая на первый взгляд девушка. Просто, наверное, работу нужно свою любить. Я хотела стать врачом-анестезиологом-реаниматологом. Рассматривала долго эту специальность. Она интересная. Если, допустим, врач-терапевт в поликлинике, он примерно знает, что его ждет завтра. Реаниматолог не знает, что его ждет через 15 минут. Поэтому на рабочем месте. Если есть интерес и любовь, то легко, наверное, мне кажется. Тамара училась в медицинском колледже Черкеска. Позади шесть курсов специалитета в Ставропольском вузе и еще два курса ординатуры в Волгограде. Трудилась в разных регионах страны. Но в Железноводск девушку привела федеральная программа «Земский доктор». Пока я находилась в декретном отпуске, мой супруг устроился в эту больницу. Работал уже больше года. Мы знали, что больница участвует в этой программе. И когда я уже выходила из декрета, было принято решение, что я сюда трудоустраиваюсь. И заодно и буду участвовать в программе. Федеральная программа «Земский доктор» необходима для привлечения медицинских работников в отдаленные и малые населенные пункты. Железноводская городская больница принимает участие в программе с 2016 года. За это время удалось привлечь более 40 новых сотрудников. Что, в свою очередь, позволило местным жителям получать качественную медицинскую помощь. Привлекают разных специалистов. Как узкопрофильных, так и врачей общей практики. В соседнем здании работает еще один «Земский доктор» Ариф Имамов. Давление держится? Держим. Ариф Имамов – врач-терапевт. Тоже переехал из крупного города. Приехал, увидел. Понравились то, какие условия предложили мне. Именно по программе «Земский доктор», зарплатные условия, место работы. То, что обговорено было в условиях, все как есть, до сих пор работаю. Врачам, переехавшим в отдаленные или малые населенные пункты, предоставляется единовременная выплата в размере миллиона рублей. Реализацию программы на Ставрополе курирует региональное министерство здравоохранения. За истекший 2023 год прибыло в учреждение 6 врачей. Это врачи-хирурги, врач-анестезиолог, реаниматолог, гинеколог, уролог и участковый терапевт. Программа позволяет решать самый главный вопрос в организации медицинской помощи – кадровый вопрос. Мы понимаем, что сегодня кадровый ресурс – это самый главный потенциал для улучшения качества оказания медицинской помощи в учреждении. На Ставрополе действуют и другие программы для развития здравоохранения. По поручению губернатора Владимира Владимирова, в 2024 году на целевое обучение примут 900 студентов-медиков. А познакомились с настоящими профессионалами своего дела. Илья Белозеров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Лечить пациентов и лечиться гораздо приятнее в комфортных условиях. На Ставрополе обновляют и строят медучреждения. На очереди – Солнечнодольск. Там закончился капитальный ремонт участковой больницы. Совсем скоро специалисты приступят к оснащению палат стационарного корпуса. Когда медучреждения откроют свои двери и какие еще объекты здравоохранения обновили в Изобилинском округе? Виктория Шкальная знает. Работать больница в Солнечнодольске начала 48 лет назад. Сейчас медучреждение с полувековой истории обслуживает жителей поселка и близлежащих населенных пунктов. А это около 20 тысяч человек. Но вот ремонта в учреждении не было с момента основания. Участковая больница Солнечнодольск ждала ремонта давно. Основание больницы 1976 года. Для поселка это очень долгожданный и очень значимый подарок. Планируется организация работы в стационарных условиях отделения палеотивной медицинской помощи на 40 коек, отделение дневного стационара, отделение терапевтическое, детское отделение. Эти кадры сняты в декабре 2021-го. Именно тогда стартовал капремонт больницы в Солнечнодольске. Четырехэтажное здание стационарного корпуса стало участником краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. И здесь учреждению повезло с подрядчиками. То, что они запланировали в течение трех лет, они сделали за один год, причем работали они очень длительно. То есть, я имею в виду, по времени в течение рабочего дня, они как бы спрашивали нас, что мы хотим увидеть в этой больнице. Какие помещения, какие отделения. Подстраивались именно под профиль отделений. Работы уже завершены. Специалисты полностью заменили все коммуникации, противопожарную сигнализацию и отремонтировали фасад. Палата оснащена кислородными подводкой на три койка места, индивидуальными светильниками. Специально установили мы розетки на уровне пола, чтобы включать противопролежневые матрасы. Кровати все у нас функциональные. Но, как видите, палата проходит предчистовую обработку, и мы уже будем готовы сюда завести медицинское необходимое оборудование, мебель. Медработники уже получили новый аппарат ультразвуковой диагностики и электрокардиограф. Первым начнет работу дневной стационар больницы. Первый этаж стационарного корпуса больницы пока тоже не оснащен. Но совсем скоро здесь появится кабинет лаборатории, скорая медицинская помощь, приемный покой и социальная аптека. Ну и, конечно, необходимый для каждой больницы пункт охраны и гардероб. С 2021 года краевая программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» охватила и самые отдаленные участки Изобильнинского округа. 350 миллионов рублей было направлено для осуществления цели ремонта и строительства объектов здравоохранения за эти три года. В чем ценность самой программы? В том, что ею охвачены самые отдаленные участки нашего округа, и в отдаленных хуторах округа появились объекты здравоохранения. Это были модульные фельдшерские и акушерские пункты, также некоторые фапы были отремонтированы. А вместе с жителями Изобильнинского округа ждут открытие медучреждения и Виктория Шкальная, и Иван Датсунов. Ставропольское телевидение. Это только первая часть выпуска. Впереди еще есть важные новости. Будьте с нами. Елка желаний кто и как исполнил мечты маленьких ставропольцев. Жизнь после праздников. Существует, как войти в рабочий режим без последствий. Вкусный фестиваль. Какая акция привлекла в Кисловодск новых гостей? В Ставрополе с начала этого года возобновил работу автобус номер 37. Также в краевой столице запустились два новых маршрута 36 и 52. На них работают 50 автобусов большого класса. Об этом рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Денис Янаков. Перевозчиком по этим маршрутам стало государственное краевое предприятие. Также Янаков отметил, что по просьбам жителей обустроили новую остановку на улице Ивана Щепакина. Прежде всего это дает возможность на сегодняшний момент пользоваться услугами общественного транспорта учащихся школы номер 55, а также жителей прилегающих микрорайонов. Сегодня свое движение осуществляет маршрут 52. То есть по маршруту следования у него есть промежуточный остановочный пункт школа номер 55. На Ставрополе для 8 тысяч школьников провели новогодние елки. Праздник для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали в Ставрополе, Пятигорске и Буденовске. В том числе и для детей участников СВО. Также в регионе каждый школьник начальных классов получил сладкий презент. Подарки от Ставрополя вручили и детям из антрацитовского округа ЛНР. Тем временем у школьников уже началась самая длинная третья четверть обучения. Для выпускников это время активной подготовки к предстоящим экзаменам. Для наших одиннадцатиклассников, которых 10 тысяч в этом году, уже первое такое контрольное мероприятие было проведено в декабре. Они написали итоговое сочинение. Результаты очень хорошие. 99,4 наших школьников получили зачет и допущены к итоговой государственной аттестации, написанию единого государственного экзамена. Дополнительно будут организованы еще возможности для тех деток, которые не смогли по какой-то причине справиться с этим контрольным мероприятием 7 февраля и 10 апреля. Также в регионе государственной итоговой аттестации готовится 31 тысяча девятиклассников. Тем временем уже известны и самые ожидаемые дни для выпускников. 24 и 25 мая по всему краю прозвенит последний школьный звонок. А 28 и 29 июня пройдут выпускные вечера. Однако до этого еще почти полгода, а пока новогоднее чудо еще не отпустило Ставропольцев. Председатель Краевой Думы Николай Великдань стал Дедом Морозом для двух маленьких жителей края. Он привез подарки детям, которые участвовали в акции «Елка желаний». Шарики с именами спикер срезал на выставке «Россия» на ВДНХ. О чем мечтали дети, расскажет Кира Мартынова. Девятилетнему Ивану свой подарок даже разворачивать не пришлось. Пока взрослые на кухне пьют чай, юный футболист тестирует обновку. Я просто занимаюсь футболом уже 4 года. И поэтому мне захотелось новый мячик. Ну как мячик-то? Нормальный. Мне нравится. Есть у Вани спортивные награды, медали и грамоты. Мы поддерживаем, всегда возим на тренировки, всегда, если есть соревнования, обязательно возим. Он очень любит этот спорт. Всегда все, что он хочет, мы всегда рядом, всегда помогаем ему. Пришел высокопоставленный Дед Мороз и в дом к Веронике Дроздовой. Вот тебе подарок от Деда Мороза. Открывай. Открывай. Мы посмотрим. 12-летняя Вероника играет на флейте и любит кататься на роликах. Музыкальный инструмент есть. Написать письмо со своей мечтой на сайт всероссийской акции «Елка желаний» девочке помогла мама. У нас были ролики, да? Но они какие-то совсем простенькие были. Вот она маленькая была, ну так вот стояла, ходила. А сейчас мы даже таких и не ожидали. Она их таких и не видела. Открытки с пожеланиями детей председатель снял с «Елки желаний» в день Ставропольского края на выставке-форуме «Россия. Одна ВДНХ в Москве». Хочу пожелать, что в этот год, год семьи, всем семьям нашего Ставропольского края самое главное – благополучие, чтобы все любили и уважали друг друга. Мира, конечно, в первую очередь. Мы ждем своих, значит, служивых, своих ребят, значит, с фронта. Значит, они нужны нам здесь, мы должны дальше заниматься экономическими вопросами. Этот год очень сложный, сложный тем, что у нас выборы президента Российской Федерации, у нас выборы губернатора Ставропольского края, у нас 30-летие думы. Мы должны провести все легитимно, четко. Вместе с детьми поверили в сказку Кира Мартынова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Сказка сказкой, а работу никто не отменял. Несмотря на то, что разговоры о новогодних приключениях и обмен праздничными историями не утихают во всех офисах страны, уже пора включаться в трудовой режим. Но сделать это непросто. Виктория Шкальная отправилась искать советы, как безболезненно переключиться с праздничных длинных выходных. В течение новогодних праздников мы позволяли себе много лишнего. Много ели, много пили, засыпали поздно, да и просыпались тоже. Но вот, к сожалению, пришло время возвращаться к рабочему режиму. Но что же делать с ленью, апатией и агрессией? Сейчас узнаем. Работники, узнаете себя? Праздники закончились, а дела сами себя не сделают. Почему же нам так плохо в эти первые трудовые дни? Мы сталкиваемся с таким некоторым сравнением тех дней, которые были в праздничное время и тех дней, которые становятся буднями уже после проведения праздников. Все это может в некоторой степени расслаблять наше состояние и нашу нервную систему. И таким образом мы отходим от привычного рабочего режима, в котором есть очень много правил, очень много установок, которые мы должны придерживаться. И тут в дело вступает так называемая постпраздничная хандра. И в этом случае следует придерживаться некоторых рекомендаций. Первое – входим в рабочий режим постепенно. Мы привыкли отдыхать, поэтому не насилуйте свой организм с завалом работы. В первую неделю выполняйте самые важные задачи. То, что не требует спешки, лучше оставить на потом. Второе – это сон. Наладить режим дня – одна из самых важных задач. Очень важно этот режим возвращать обратно в рабочее русло. Для того, чтобы на физиологическом уровне мы чувствовали себя комфортнее. Потому что от физиологического уровня зависит психологический. Активное празднование отразилось и на нашем желудке. И снова убираем радикальные меры. Вместо этого заранее спланируйте свой рацион на день. Идеальный формат – три основных приема пищи и два легких перекуса. Обогащаем обед и ужин овощами, зеленью и сезонными фруктами. Уменьшайте порции и пейте больше воды. После новогодних праздников отмечается прибавка веса также за счет отечности. Потому что было много газировки, были алкогольные напитки, много соли. Вода в этом случае поможет выводить натрий и, соответственно, будут уходить отеки. Радуйте себя в течение рабочего дня. Лучше всего, если такой отдых будет физически активным. У тебя куча задач, которые надо постоянно выполнять. И тут понимаешь, что не можешь сосредоточиться, но надо как-то хоть как-то расслабиться. И, собственно говоря, очень помогает в этом теннисной партии. Опять же, с друзьями сюда приходим, регулярно играем. Получим массу крутых эмоций. Тоску по праздникам решили заиграть и мы. Хорошие эмоции лишними никогда не будут. Дома порадуйте себя спа-процедурами и посвятите вечер прогулке на свежем воздухе. И не заметите, как хандра уйдет. Понимаю, что всем нам сейчас тяжело. Но если следовать всем рекомендациям, то совсем скоро мы вольемся в рабочий режим. Ведь не за горами и февральские выходные. Правда? Но это уже совсем другая история. А ждут ее Виктория Шкальная, Олег Байкулов и вся команда телеканала Своё ТВ. А еще иногда можно позволить себе и что-то сладкое для настроения. Вкусный праздник устроили на новогодних каникулах в Кисловодске. В городе прошел первый горячий фестиваль «Я – легендарный пончик». На курортном бульваре все желающие могли принять участие в уникальных гастроиграх и насладиться традиционными пончиками. Кира Мартынова зарядилась позитивом. В этот день даже по меркам Кисловодска на курортном бульваре многолюдно. И пока публику разогревали артисты, рядом со сценой в специальных котлах кипело масло. Самое главное, чтобы пончик зажарился и не впитал в себя масло. Это самое главное. А вот и первая партия пончиков подоспела. Сегодня у нас кисловодские пончики. А кисловодские пончики – это только с сахарной пудрой сверху. Классические кисловодские пончики. Для гостей фестиваля подготовили уникальные гастроигры. Самым маленьким предлагали сделать пончик-красавчик. У нас начался процесс. Процесс идет. Зрители поддерживали юных кондитеров. Взрослые же боролись за звание короля пончиков. Условия простые – съесть больше и быстрее, без участия рук. Тем временем наслаждались лакомством и зрители. Пончики очень даже вкусные. Полакомиться пончиками можно было не только около сцены. По всему бульвару на торговых точках раздавали десерт бесплатно. Ура! Спасибо вам! Благодарю! Пожалуйста! Самые лучшие пончики в городе Кисловодск. Мы за ним ехали из самого Нижнего Новгорода. Я из детства помню вкус кисловодских пончиков, потому что с родителями приезжали сюда на электричке. А с какой начинкой любимые пончики или с посыпкой? Я люблю только с пудрой сахарной. И дома такие же готовлю с сахарной пудрой. Очень вкусные пончики. Самые вкусные пончики на свете. У этого ларька выстроилась очередь. Они воздушные, сладкие, приятные. Если взять органолептические показатели, ну, в городе вы не найдете таких, что в цвет, вкус, запах, консистенция. Во все пончики? Во все наши блюда, которые мы готовим в наших заведениях, везде вкладывается душа, любовь. Такой сладкий и горячий гастрофестиваль стал первым в городе-курорте. Название «Я легендарный пончик» возникло тоже не случайно. С детства помню, что в кисловодск приезжают за двумя вещами. Взрослые погулять по курортному парку, а пацаны, мы еще когда были пацанами, приезжали обязательно попробовать пончики в начале курортного бульвара. И когда пришел сюда работать, решили рассказывать жителям и гостям о том, чем он богат. И самая крутая тема, конечно же, это пончики. Всего за время фестиваля раздали порядка 15 тысяч пончиков. Планируется, что фестиваль станет традиционным. Попробовали легендарное лакомство Кира Мартынова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Такой запомнилась эта неделя. Что преподнесет следующее, узнаем ровно через 7 дней. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго.